1 по 15 февраля 2021 года Олегом Зубковым в парке Львов-Тайган было убито 20 медведей. 13 ноября 2019 года директором парка было записано видео, в котором он дословно сказал, что «Остается 20 дней до рассмотрения судом Белогорска протокола ветеринара Тушиной на закрытие парка Львов-Тайган. Причины, на мой взгляд, маразматические и смехотворные. Жалко ли мне этих медведей?» Безусловно, жалко. Не для этого я их собирал, чтобы вот так поступить сегодня. Но, к сожалению, российские власти не оставляют мне выбора. 20 ноября 2019 года Олег Зубков записывает следующее видео, в котором дословно говорит «Прошло больше недели, ко мне не поступило ни одного официального предложения, что они могут взять медведей на содержание». Это очередная ложь. Потому что до этого видео уже была опубликована официальная статья на сайте Юга под названием «Экс-мэр Магаса готов спасти от отстрела медведей с крымского Тайгана». На экране скриншот его поста, где он пишет «Кем будем мы, если допустим гибель 30 медведей? Я намерен спасти их от смерти. В этом мне помогут мои друзья, которые окажут содействие в решении всех вопросов, связанных с обустройством медведей». Я хочу сказать, что это было далеко не единственное предложение тех, кто бы мог забрать медведей. О том, что этого нельзя допустить и что никто не хочет и не будет закрывать парк Львов-Тайган, также заявил губернатор Крыма Сергей Валерьевич Аксенов. Еще при этом, как человек, который якобы родит за животных, рассказывает о том, что их надо убивать, и он их сам поубивает, и там этих медведей. Поэтому я вам сказал и коллегам заявляю, и крымчанам хочу сказать, никакой цели закрыть зоопарк нет, однозначно. Зоопарк будет работать зубковым или без зубкового. По крайней мере, зверям на сегодняшний день, животным, я вам могу сказать, что ничего не угрожает. Мы наблюдаем внимательно за ситуацией. В случае предпринятия зубковым попыток умерщвления животных, в данном случае, то есть будут приняты меры, соответственно, правоохранительными органами, соответствующие меры реагирования. 8 мая 2020 года вышел репортаж Ольги Курлаевой. «Деньги в клетке» – специальный репортаж, в котором Эдгар Запашный сказал. «Я думал, что люди, работающие с животными, в принципе, не могут произносить такие вещи. Я говорил, что, Олег, неправильно, надо все-таки не по привычке работать. Тебе придется работать не по привычке». Я не просто так озвучиваю даты выходов этих сюжетов. Впервые публично зубков сообщил о намерении расстрелять медведей 13 ноября 2019 года, ссылаясь на проверки, суды и прочие проблемы вокруг парка Львов-Тайган, что, по моему мнению, больше похоже на шантаж и провокацию со стороны директора. И после того, как все вопросы и проблемы уже были в прошлом, спустя более года он все равно расстреливает медведей. В первом составе команды «Лабрадор» практически все были уверены в том, что по итогу Олег Зубков не расстрелял медведей. Но для того, чтобы в этом убедиться, Татьяна Панфилова сделала запрос в природоохранную прокуратуру и получила оттуда шокирующий для нас ответ, что по распоряжению Зубкова от 25 января 2021 года с 1 по 15 февраля была произведена эвтаназия – отстрел 20 медведей. При этом причиной он назвал «Значительные финансовые затраты, возраст медведей и опасность содержания большого количества хищников». Тем самым Олег Зубков нарушил 498-й федеральный закон, поскольку обязан был передать медведей новому владельцу, либо в приют в связи с невозможностью их дальнейшего содержания. После всего этого у меня возникают вопросы. Олег Алексеевич, о какой земле для парка медведей тогда шла речь, если с ваших же слов они уже были старыми? На какие финансовые трудности вы тогда ссылали, слетая на вертолете, средняя цена которого от 30 миллионов рублей, строя пятиэтажный дом в Ялте, покупая дорогостоящие автомобили, имея дом и бизнес в Португалии, и заработав только на услуги «Прогулка ко львам» около 42 миллионов рублей. О какой любви к животным может идти речь, если шантажируя власти ради достижения своих личных целей, вы идете на отстрел 20 медведей? Где сейчас шкуры этих медведей, можете сказать?